вот проезжаем рядом с поездом а то я вам до этого показал издалека канадин пасифик вот у него локомотив сзади должен быть там где-то по центру посередине и и впереди электровозов здесь нет я никогда ни разу не видел никаких проводов надо железная дорога электровозов здесь нет только вот такие вот дизеля дизельная поезда и поэтому видите здесь всегда у них в два ряда идут контейнеры в два ряда он кстати мы проезжаем как я сказал по центру тоже есть чуть дальше я вам покажу по центру тоже есть есть впереди и они длиннющие просто кошмар еле-еле проходят под мостами я это в интернете видел также ехал поезд и у него были такие вот платформы на которых машины везли и поезд я не знаю как это так то ли эти платформы были чуть выше обычного не не знаю но в общем крыша этих платформ не пролезла и в общем там колоссальная был ущерб поезд же сразу не остановится ему что постановится на другому времени а здесь видите они длинная и через один это чтоб на изгибах они друг друга не касались вот такой вот поезд я и они в этом поезде это те которые возят грузы для канадской экономики смотрите какой длинный я совсем не удивлюсь если там будет еще посередине один локомотив а потом опять опять вагоны с контейнерами впереди еще один но не знаю наверное все таки обычно я видел один посередине так чтобы два бывало я видел что два впереди локомотива нет все нет все один локомотив впереди один посередине и один сзади но бывало что я видел два впереди и один посередине если кто считал какое количество вагонов и контейнеров напишите в комментариях можете пересмотреть все вот такой вот небольшой репортаж и вот тут еще один с двумя трейлерами по канаде едет с двумя трейлерами можно с тремя уже по канаде нельзя это вам не астралия я с двумя никогда не ездил я их двигал на парковке задом в принципе я научился задом с двумя трейлерами в общем то можно но никогда мне не доводилось ездить с двумя скоростной режим кстати здесь в манитобе разрешенный 110 километров в час у меня грузовик едет только 105 заблокирована скорость потому что в онтарио в любике быстрее нельзя кстати а вот в общем мы не у не удалось я показать вам табличку в общем мы выехали за манитобы и теперь уже соскочевания столица этой провинции город регина все ребята я думаю для короткого репортажа наверное хватит по моему тут хотя знаете давайте еще про прокатимся я посмотрю что-то еще надо в этот репортаж впихнуть ехали соскочеван и на въезде в каждую провинцию есть весовая вот здесь стояла табло лампочки не горят поэтому весовая не работает но могут взвесить груз если весовая работает они запускают могут взвесить и также могут сделать инспекцию грузовика проверить в общем все что угодно техническое состояние дотошность инспекции бывает разное кстати посмотрите здесь одна весовая в обоих направлениях вот такая вот будка с перевесом здесь ездить чревато в общем-то никто не ездит это большой страх и риск пейзаж здесь довольно унылый пока ничего такого особенного нет но во первых сейчас еще зима скоростной режим в этом в этой провинции соскочеван вот здесь у меня тоже пока еще 110 километров в час я даже так быстро ехать не могу 110 соответственно можно без штрафа ездить до до 130 то есть за 130 уже дадут дадут штраф а 128 нет какое-то фермерское хозяйство дом фермера тракторы проезжаем населенный пункт под названием муссамин соскочеван сельхозтехника сельхозтехника хорошая здесь скоростной режим 80 потому что здесь вот такие вот перекрестки он там он впереди ветряки убыточной зеленой энергии крутятся уже давно доказано что это технология убыточная зачастую даже ветряк не успевает окупить сам себя не успевает окупить сам себя а и это и и Ладно, пока ничего особенного Тут ветряки очень близко От дороги У меня всегда было желание Запустить дрон И подлететь к ветряку Посмотреть, что там, как там, ближе Я думаю, что здесь Где-то в этом месте Я как-то Свои планы смогу осуществить Далеко летать не надо Так близко от дороги В общем-то я никогда их и не видел Да Обязательно Но я не знаю Тут Надо еще проверить силу ветра Так, ладно, ребята Вот вам ветряки и поезда Для этого репортажа хватит А я еду дальше Только выключил камеру Решил позвонить Кате Звоню, говорю Я еду к Регине Она говорит Какой Регине Я говорю Ну вот к Регине еду Она говорит К Реджайне К Реджайне Ну в общем Да Я говорю Да И буквально поговорили мы Наверное минут пять И вот опять повалило Это белое дерьмо Буквально Ей-богу Минут пять прошло И опять Вот такая вот погода В Канаде Температура плюс один Снег Мокрый За сегодняшний день Я вот сейчас На момент Что я это снимаю Я проехал 742 километра Сегодня Мне надо Еще проехать Ну Хотя бы Хотя бы Я планировал Еще 400 Хотя бы 400 Чтобы было Где-то 1150 1200 Но я не знаю Проеду ли я Сейчас уже Начинаю ехать 85 километров в час Вот такая вот Херня Пока дорога Видите Пока асфальт Когда начнется Уже снег Придется ехать И 60 И Возможно 50 Так что Канада Может быть Самым большим Экспортером Хотя Что А что Самым большим Россия Это тоже Да Ребята Ладно Если что-то Еще Интересное Будет Добавлю В этот Репортаж Если нет То Вот так Так вот Так вот Добавлю